Итак, сперва нам нужна модель. Как я уже сказал, мы здесь будем использовать ResNet. В PyTorch есть много разных ResNet. Например, есть ResNet 18, самый маленький, из тех, которые доступны из библиотеки PyTorch. ResNet 18 говорит о том, что там 18 слоев. Обычно ResNet 50 берется, здесь уменьшенная версия. И мы скажем, что нам нужен он в формате pretrain, то есть нам нужны веса, которые получились вследствие обучения этого ResNet на датасете ImageNet. Давайте я выполню эту ячейку. Вот скачивается эта модель с весами. После этого я сделаю очень хитрый трюк, который очень часто делают, когда у вас очень маленький датасет. Дело в том, что когда у вас всего 40 изображений, то, наверное, вы не хотите переобучать весь ResNet, то есть все 18 слоев, которые хорошо обучены и распознают все, что угодно в нашем мире. То есть как минимум тысячу классов, которые обучены в этом ResNet. Мы, наверное, захотим обучать только какие-то последние слои, как раз там, где происходит классификация. В идеале мы обучим один полносвязный слой, который находится в конце. Можно про это думать так, что у вас из изображения вытаскиваются некоторые признаки, некоторые фичи. Это некоторый вектор размера 512 в данном случае. И далее этот вектор просто используется как признаковое описание объекта. И на этом векторе 512 у нас обучается полносвязный слой, который дает нам классификацию. Грязная тарелка или чистая. И вот чтобы заморозить все эти веса, чтобы не использовать эти веса в обучении, а обучать только последний слой, мы сделаем вот следующий трюк. Мы пойдем по параметрам модели. Каждый параметр – это каждый слой. Модел параметр нам отдаст некоторый итератор по слоям. И для каждого параметра, для каждого слоя, мы скажем, requiresGrad равняется false. То есть уже не требуется вычисление градиента для данного слоя. И получается, что у нас вся сетка будет замороженная. То есть мы не сможем вообще ничего обучать. Но теперь нам нужно сделать еще одну вещь. Нам нужно поменять последний полносвязный слой. Потому что полносвязный слой, который в ResNet по умолчанию, он классифицирует на 1000 классов. А у нас классов всего 2. Поэтому мы сделаем следующее. Мы создадим слой TorchNNLinear. То есть это полносвязный слой. На вход он принимает модул FCInFeatures. Давайте посмотрим, сколько там будет фичей. Это вот как раз признаковое описание объекта. Ну вот, 512 фичей. То есть 512 нейронов на вход приходят. И на выход нам нужно 2 нейрона. То есть 2 класса. И теперь модул FC, то есть вот этот полносвязный слой в ResNet будет выглядеть таким образом. И так как по умолчанию там градиенты всегда считаются, то у нас как раз это единственный слой, который разморожен.